всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня речь пойдет о фикусе я хочу вам показать своих фикусов хоть у меня такая небольшая коллекция но все же она есть и начнем с самого большого фикуса которому уже наверно больше двадцати пяти лет он у меня взрослый большой фикусы растут конечно медленно и чтоб вырастить с маленького кустика вот такой большой это конечно потребуется очень много терпения и времени конечно же этот фикус у меня посажен в 50 литровое кашпо фикусы конечно они светолюбивые все но они не терпят прямого попадания солнечных лучей у них получается ожог листьев хоть они такие и кожистые листочки но все-таки получается ожог если особенно полуденное солнце на них попадает и поливаю я его по мере пересыхания то есть у него кашпо большое я его поливаю редко в летнее время может быть один раз ну если совсем жарко раз в неделю может а так у меня полив где-то раз полторы а то и раз в две недели получается но поливаю я в общем-то хорошо поливаю ну я уже привыкла подкормка у меня для декоративно-лиственных ну тоже раз в месяц вношу удобрения и все но чтобы было понятно где он у меня стоит я вам покажу здесь у меня окна в пол здесь южная сторона и фикус стоит чуть подальше вот окна у меня то есть на него здесь принципе попадает как-то и солнышко такое не прямое да и ему хорошо у него везде-везде вот видите прям молодой рост пошел фикусы в принципе считается неприхотливое растение но все-таки можно сказать и много вредное потому что не любит сквозняков не любит передвижения по квартире то есть у него должно быть постоянно место жительства если ему что-то не нравится или его передвинули например если он стоял в светлом месте его более темное он может просто осыпать листья или начать с такой листопад обильный это первый знак что фикусу что-то не нравится может быть переувлажнение либо попадает холодный какой-то воздух на него открытые окна нежелательно его лучше подальше от этого ставить не терпится возникнуть но это касается вот именно вот такого если вы вдруг заметили на листочках бывают вот такие беленькие такие знаете как восковые такие это не вредитель это значит что переувлажнение идет грунтом и поэтому фикус начинает выделять вот такие вот шарики белые белого цвета у меня всего я здесь вот один обнаружила как бы с поливом значит все хорошо ну и конечно а на фикус может напасть щитовка на него нападает это только в одном случае если темное помещение и недостаточно влажности воздуха ну и также нападает наверно еще и клещ паутины потому что паутинный клещ наверное он наверно все растения это у меня кстати укорененная макушка от того большого фикуса сейчас я постараюсь вам показать вот он он такой в общем-то большой просто я его сюда поставила так как с местом то проблема как всегда цветоводов что я хочу сказать фикус очень хорошо укореняется просто в воде вот просто срезать веточку поставить и он прекрасно дает корешки и причем очень быстро а это просто случайно примут ему сломили макушку да я укоренила и вот это макушке метр пятьдесят наверно ростом вот этот фикус и вот тоже растет довольно таки долго как я и вам говорила что фикусы в общем-то медленно растут и сейчас я вам покажу остальные мои фикусы ну вот мои малыши можно сказать вот этому фикусу наверно года три все равно медленно растут но за лето думаю сейчас весна лето он должен хорошо подрасти потому что у него сейчас я вижу там молодой рост пошел нравится мне тут тоже фикус такие кожистые темно-зеленые листья а когда появляются молодые листочки он начали в таком ярко-красном находится вообще интересно очень красиво смотрится это у нас каучуковый фикус ну дальше будем смотреть это конечно фикус мне очень нравится ими белыми листочками с краями очень эффектно смотрится это фикус старлайт он у меня не так давно он у меня с осени и я тоже смотрю у него везде везде вот листочки сейчас будет наращивать сейчас у него пойдет активный рост и и сейчас я как раз ему подсыплю земель потому что здесь земельки у него мало своей листвой он конечно же очень украшает интерьер где он находится особенно когда уже такие знаете большие взрослые фикусы когда это листвы очень много это конечно смотрится очень здорово красиво а этот у меня очеренок укорененный если кто следит за моими видео то конечно же помнят что у меня был фикус такой довольно таки взрослый на реанимации но у меня и остался он у меня и растет просто он в таком недоступном месте стоит что мне его вам не показать но все хорошо я смотрю у него тоже сейчас уже проснулись почечки он начинает активно расти и как раз вот эта веточка укорененная я его когда обрезала я укоренила и вот растет все хорошо а вот что прожок я говорила смотрите на окне стоял вот эти от солнышко как ожог получил листочек и моя новиночка фикус лирата бамбина нравится мне у него листья такие красивые а у него братец который просто лирата он просто имеет огромные листья а этот сорт отличается тем что у него листья слишком большие не растут помельче ну а так тоже это дерево в общем то будем простить формировать и сейчас я его перевалю в другой горшочек вот в такой же белый горшок сегодня кстати купила мешок керамзита в строительном дворе смотрите прекрасный керамзит стоит мешок 40 килограмм 180 рублей вообще прекрасно очень выгодно чем покупать в цветочных магазинах довольно таки дороже получается там мешочки же маленькие совсем ну грунт я приготовила сама здесь у меня кокосовый субстрат есть вермикулит где-то перлит здесь еще древесный уголь и грунт для декоративно лиственных растений все я это перемешала грунт такой рыхлый хороший получился и теперь я его немножко добавлю и просто стаканчик возьму как вот он есть ничего я не буду отряхивать все хорошо там у него кстати уже видите уже молодой рост идет и как раз вот пальчик то есть ему достаточно будет этого горшочка ну там неудобно конечно грунт сейчас насыпать потому что там совсем мало места давно хотела такой фикус себе приобрести и вот попался он не купила я его в леруа мерле садовых центров конечно эти фикусы большие продаются но цена конечно кусается очень сильно так что будем ростить сами журчит это у меня мой водопадик не удивляйтесь там просто камушек видимо слетел поэтому слышно водичку все это у меня сейчас на веранде находится и хочу добавить вот этому фикусу земельки я просто хочу приподнять посмотрю что там ну отлично хочу убрать вот этот грунт немножко ну добавила керамзит я в этот же горшочек ну показала вам все свои фикусы конечно я реанимашку вам обязательно покажу сейчас у меня все равно предстоит небольшая перестановка некоторые растения перетащу на веранду и как раз немножко будет попросторный пишите мне в комментариях какие бы вы хотели услышать обзоры о каких растениях я обязательно вам расскажу подписывайтесь на мой канал будет много интересного увидимся в следующем видео